на ремонте вот такой утопленник lg d724 собственно ремонт утопленников всегда по одной схеме нужно сначала снять и причем будьте внимательны чем раньше вы снимете аккумулятор тем больше шансов что он будет жить только утонул сразу разбираете и снимаете аккумулятор уже не запускается желательно его разобрать почистить посмотреть где окислилась значит суть в чем вытаскиваем аккумулятор при этом его сразу можно поставить на отдельную зарядку есть такая универсальная зарядка и еще жалко называют из-за того что он ходит туда-сюда тут неважно соблюдать полярности на сама полярность выбирает куда плюс куда минус послать но важно попасть на плюс минус обычно на батареях пишется где плюс где минус здесь четыре контакта вот если слева считать то первый и третий отрегулируем вот эти вот контакты попадали на первый и третий они попали и теперь в розетку и пусть отдельно заряжается а так он заряжается теперь необходимо разобрать для того чтобы все окислы которые образовались иначе даже если он зарядится батарея зарядится начнет работать он быстро начнет разряжаться во первых но и когда есть какой-то окислом на плате через него будет идти сильный ток и что-то выгорит поэтому что мы делаем ну все винты откручиваем и добираемся снимется основная плата вот здесь будет и частично тоже эта плата которая внизу тоже нужно здесь разъем разъем питания все нужно будет прочистить разбираем разбирается просто берется отверточка с маленьким крестом маленькая крестовая и просто если они запоминайте по длине винтов сразу вытаскиваете если они одинаковые то без разницы если видите что какие-то винты длиннее какие-то короче тогда распределяйте их так чтобы потом это не перепутать если я начну опять перепутывать то могут быть последствия сложные какие например длинный будете вкручивать в неположенное место и он выдавит вылезет в экран и раздавит экран это принципиальный вопрос обязательно сравнивайте длинные они сейчас раскручу все и потом начнем снимать и открутился винты теперь нужно поддевать под защелки открывать то что получается шаг за шагом потихонечку поддеваем снимаем просто поддеваем дальше поддеваем добрались до платы что теперь нужно теперь хорошую увеличительное стекло кого-то есть микроскоп и просматриваем все детали на окислы в том числе и разъемы то есть если есть какой-то разъем например шлейф заходит и он или например вот здесь небольшой разъем ее нужно обязательно отстегнуть и посмотреть на контакты разъема не окисливались ли они ну и так шаг за шагом просмотреть все разъемы которые есть вот например два разъема это от дисплея и от тачскрина хотя может нет тоже открываем и смотрим все ли в порядке в самих контактах разъема ну и так увеличительным стеклом у кого какое у меня вот такое и посмотрим что с ним ну что я имею ввиду когда говорил о том что необходимо избавляться от окислов но вот я вот этот разъем оценил и увидел что здесь возле этого разъема есть попадала вода которая сделала окислов сейчас покажу ну вот смотрите вот так выглядят хорошие контакты с увеличением сейчас снимаю вот так выглядят окисленные контакты вот тут окислы на плате и вот окислы на разъеме эти окислы нужно смыть сначала спиртом и спирт и зубная щетка можно так сказать например зубная щетка или зубная ну и вот так эти же контакты выглядят после чистки как видите совсем другое дело чистые контакты чистка просто спиртом обыкновенный спирт с аптеки тут еще вот в этом месте было небольшую кису не принципиально на контакте который корпус ну а в этот это принципиальное место где был на разогревался и снова бы разъедал все дальше и дальше дорожку разделали здесь дорожку трудно сказать в последнем контакте тут не однозначно может быть даже дорожку разъела все покажут уже теперь проверка с помощью запуска если все нормально значит нормально ну вот таким образом убрали окислы теперь ждем заряда батареи батарея зарядилась сейчас напряжение 4 2 вольта можем подключать уже и пробовать что у у нас получилось для этого ставим на места все разъемы и пробуем включать включать подсоединяем то что мы отключили принципе здесь на плате винтиков не было поэтому те разъемы которые тут отсоединяли камеру можно тоже в принципе поставить она на разъемчике здесь никаких отклонений не было сначала вставляется потом разъем иначе не помещается и вот еще вот ну все теперь для того чтобы включить у нас кнопки здесь разъемы там повышение громкости понижение громкости и включение выключение туда могла попасть вода и необходимо снять вот эту панельку и тоже посмотреть можем ли мы побороться с окислами как она снимается ну берем какую-то отверточку и вот здесь вот в этих местах есть такие фиксаторы их отстегиваем слышно как они отстегиваются квац 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 если назад застегнулись возвращаем проваливается туда все провалилась сама отпала и у нас это сама кнопка здесь нечего чистить контакты вот здесь нужно попробовать значит как она вскрывается от берем поддеваем видно то значит она состоит из такой пленочки приклеены на которую с под пленочкой скотч такой приклеены вот эти тарелочки нужно пленочку от снять и она снимется вместе с тарелочками и нужно почистить под тарелочкой сверху тарелочки там ничего нет а под тарелочкой место нужно почистить не хочу показать по какой причине я решил сюда залезть потому что не работала кнопка включения и кнопка уменьшения громкости не работала вообще значит здесь клеющий клеющую часть стараемся не трогать потому что потом не приклеится здесь можно свободно тарелочку внутри моем и вот эти контакты моем и собирать после того как все вычистил спиртом аккуратненько и щеткой и ушной палочкой там некоторая даже подчищал отверточкой потому что были такие твердые все теперь ставим на место тут такой пункт так есть его сначала туда вставляем и потом ставим на защелки ну все теперь собираем в обратной последовательности что имеется ввиду просто вставляем защелкиваем пробуем включать кнопка работает здесь на на контактах поэтому может быть нужно будет для пробы порой этих винтиков закрутить чтобы контакты прижались на всякий случай кнопка включения точно срабатывала то может контакта не быть вставляем батарею и нажимаем на среднюю кнопку телефон завелся работает собственно все ремонт произведен кнопки работают включается сейчас загрузится загрузится загружается не так быстро как хотелось бы ну и все так не завис загружается ну и теперь смотрим чем все закончилось этот работает кнопка увеличения громкости увеличивает громкость уменьшение громкости уменьшает выключение кнопка работает тачскрин работает ну собственно проверить на сим-карту не могу не было такой задачи нечем не вставить но телефон работает все теперь уже отправляется счастливому и довольному клиенту телефон подписывайтесь на канал сможете увидеть как не только восстанавливать реанимировать телефоны но и как их ремонтировать как ремонтировать другую бытовую технику много интересного на канале всего доброго увидимся на канале увидимся на канале спасибо 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 спасибо